В республике порядка 100 отдаленных населенных пунктов нуждаются в качественной мобильной связи и интернете. Сегодня мы находимся в деревне Котловка, это 10 километров от райцентра Грахова, и будем тестировать 4G-технологии от Ростелекома. Раньше в Котловке с трудом ловила телефонная связь, а сегодня пользователями высокоскоростного интернета являются более 100 жителей деревни. Качественная интернет и мобильная связь появилась в семи деревнях и двух селах Удмуртской республики. Неподалеку от новой вышки в Котловке живет Баба-Яга. В ее отдаленной резиденции всегда было плохо с интернетом, но теперь говорят там все иначе. Это мы и проверим. Вот мы и добрались до резиденции Бабы-Яги в деревне Котловка. Вот она. Сейчас мы пойдем с ней знакомиться. Поехали. 4G крутая штука, 15 секунд и ролик в Инстаграме. 4G крутая штука, 15 секунд и ролик в Инстаграме. Значит, туристов будет побольше Потому что же теперь связь появилась Все будут фотографироваться Снимать это все, выкладывать Вконтакты, видео выкладывать Всякие инстаграмы Да больше лайков появится Так что, я думаю, будем процветать мы В этом году Ростелеком подключит Резиденцию Бабы-Яги к оптическим линиям связи Обеспечив туристическую точку Стабильным интернетом и телефонией Сначала появляется здесь Как правило Магистральная линия связи оптическая Это самая тяжелая Составляющая стройки И когда в населенный пункт приходит оптика Это, конечно, в этот момент уже Возможность цивилизации в этом населенном пункте появляется Котловка и резиденция Бабы-Яги Это как раз развитие по такому сценарию Сначала сюда пришла магистраль Здесь были оснащены связи социально значимые объекты Потом в этом году здесь появилась базовая станция С хорошей связью И 200 жителей, которые живут в этом населенном пункте Появилась такая возможность Продолжение следует... 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 Продолжение следует...